Дакота Кук Дакота Кук, известная также как бородатая дама, впервые узнала, что у нее растут волосы на лице в 13 лет. Ее борода – результат нарушения работы надпочечников, из-за чего организм Дакоты вырабатывает слишком много тестостерона. Долгое время Дакота скрывала свою бороду. Она выщипывала волосы, удаляла их воском, брила, и только близкие члены семьи знали о ее тайне. Спустя 10 лет стыда Дакота, наконец, 5 лет назад начала отращивать свои волосы, позволив бороде полностью отрасти. Поначалу это был просто эксперимент, но сегодня Дакота считает, что это решение помогло ей стать счастливее, чем она когда-либо была. На самом деле теперь женщина чувствует себя более женственной, ведь ей не приходится брить лицо каждый день. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов, и я расскажу вам сегодня про 10 самых необычных людей планеты. Лэнс Вуттон Раз уж мы заговорили о бороде, то просто нельзя пройти мимо 32-летнего Лэнса Вуттона из Кентукки, обладателя невероятно длинной бороды, длина которой составляет 76 сантиметров. Лэнсу понадобилось 5 лет, чтобы отрастить свою бороду. Да-да, целых 5 лет! Он начал отращивать бороду в июне 2014 года, чтобы дополнить костюм пирата, который он планировал надеть на Хэллоуин. Тогда юноша еще не знал, что его борода позволит ему участвовать в соревнованиях по всему миру. Лэнс был удостоен второго места за натуральную бороду в США и занял четвертое место за самую длинную натуральную бороду в мире. Вау, впечатляет! Лэнс не планирует сбривать бороду в ближайшее время, поскольку она привлекла к нему внимание мировых спонсоров и позволила путешествовать по всему миру. Бахар Набиева Бахар Набиева, она же мисс Железная Попка, 25-летняя фитнес-модель из города Днепр, Украина. Благодаря своему рельефному телу и огромным квадрицепсам, эта удивительная девушка стала одной из самых популярных международных фитнес-моделей в Инстаграме. Где на данный момент у нее уже 2 миллиона 800 тысяч подписчиков. Фотографии Бахар всегда привлекают внимание и вызывают бурную реакцию у ее фанатов, регулярно собирая десятки тысяч лайков и поддерживающих комментариев со всего мира. В это трудно поверить, но на самом деле над Бахар издевались в школе из-за худобы и тонких ног. Можете это представить? Что ж, теперь никто над ней не смеется. Как вы можете догадаться, из-за издевательств Бахар решила изменить свою внешность и в 17 лет начала ходить в спортзал, который сразу же ее затянул. Азербайджанская модель открыто признает, что принимает стероиды, но никому не рекомендует поступать так же. Некоторые критикуют Бахар за то, что она выглядит как мужчина, но ей наплевать на критику. Тиша Шелтон Тиша Шелтон из Миссури стала популярна благодаря своему ютуб-каналу, на котором женщина смело показывает миру, что ее инвалидность не мешает ей жить так, как она хочет. У Тиши нет рук, и она использует свои ноги для выполнения любых повседневных задач, которые многие из нас даже не замечают. Эта храбрая молодая девушка говорит, что, по мнению врачей, нет никаких причин, почему она родилась без верхних конечностей. Кроме того, правая нога Тиши изогнута и короче левой примерно на 20 сантиметров, а пятка повернута наружу. В своих роликах девушка демонстрирует, как она ест при помощи ног, делает макияж и даже вполне успешно водит специально адаптированный автомобиль. Тысячи пользователей ютуба оставляют комментарии под ее роликами, в которых говорят, что Тиша их мотивирует и вдохновляет. Уэйд МакКрей Вашингтон и Би Джей Глейс Уэйд МакКрей Вашингтон и Би Джей Глейс – муж и жена из Хьюстона, штат Техас. Страдают от тяжелой формы церебрального паралича и редкого заболевания позвоночника под названием сколиоз. Этой паре чрезвычайно трудно выполнять даже простые ежедневные действия. Но их состояние не помешало им стать чемпионами по бодибилдингу. Сейчас им обоим по 47 лет. Пара встретилась 20 лет назад в колледже Хьюстона и с тех пор больше не расставалась. Они очень увлечены друг другом и прилагают все усилия, чтобы достичь поставленных целей в бодибилдинге. Они никогда даже не думали сдаваться. Во многом благодаря их опытному тренеру Тине Чендлер и мотиватору Карлу Дючена, которые сыграли ключевую роль в жизни этой удивительной пары. Уэйд и Би Джей теперь работают с Тиной и Карлом над программой «Будь в форме», где они вдохновляют других людей на то, чтобы заниматься спортом, несмотря на ограниченные возможности. Манди Селларс Манди Селларс – уроженка Британии, облатательница синдрома протея. На земле носителем его являются лишь 120 человек, и лечению болезнь не поддается. Известно, что синдром протея, или слоновая болезнь, вызывает необычный рост черепа, костей или кожи. Ноги Манди в три раза длиннее ее тела, голени имеют 88 см в обхвате каждая, а ступни – по 40 см длиной. Левая нога британки длиннее правой на 13 см, стопа сильно деформирована и вывернута на 180 градусов. Общий вес женщины – 127 кг, 95 из которых – это вес ног. Как вы можете себе представить, из-за большого размера моих ног и из-за деформации стопы, мне очень трудно ходить без костылей даже по собственной квартире. А люди очень жестоки. Я была в парке несколько месяцев назад, и несколько подростков начали показывать на меня пальцами, смеясь и выкрикивая друг другу «Посмотри на ее огромные ноги». Мои ноги становятся все тяжелее, что дает дополнительную нагрузку на сердце и другие внутренние органы. Следовательно, по мнению медиков, спасти мою жизнь сможет только ампутация и протезы. Однако в таком случае я даже не смогу сидеть и стану еще более беспомощной, чем в настоящий момент. В настоящий момент Манди проходит обследование в США у известных ортопедических хирургов Уильяма Эртла и Кевина Кэрролла. Ей предстоит ампутация обоих конечностей. Доктора делают уникальные операции и протезы. Так, совсем недавно они принимали участие в изготовлении хвостового протеза дельфину, лишившемуся плавника из-за омертвения ткани. Лиззи Веласкес Блогер, писательница и оратор-мотиватор, американка Лиззи Веласкес, носитель редкой болезни синдрома Видемена-Раутенштрауха. При росте 152 сантиметра вес тела Лиззи никогда не превышал 29 килограммов. Кроме того, она слепа на один глаз. В 2013 году Лиззи была названа самой уродливой женщиной в мире. В детстве над ней издевались ровесники, а сегодня она мотивирует других и участвует в исследованиях Юго-Западного медицинского центра Техасского университета. В организме Лиззи не откладывается ни капли жира, так как полностью нарушен обмен веществ. Чтобы выжить, девушке приходится есть до 60 раз в течение дня. Если она не получает пищу каждые 15 минут, то слабеет и может умереть. Заболевание не имеет ничего общего с аналексией. Веласкес никогда не стремилась похудеть. Больная не способна физически набирать вес. Ежедневный рацион девушки насчитывает более 5000 килокалорий при нулевом проценте жира в организме. Она постоянно ест шоколадки, булочки, фрукты, чипсы, чтобы стабилизировать вес. Человек-дерево Абул Бажандар, уроженец Бангладеш, страдает от редкой патологии, которая привела к образованию на руках необычных наростов. Болезнь в научных и медицинских кругах известна как бородавчатая эпидермодисплазия, а проявляется она наростами на кожу, похожими на древесную кору. Всего в мире насчитывается несколько десятков носителей данного недуга, а передается он генетическим путем. Кожу рук и ног мужчины покрывали десятки наростов, которые сковывали его движение и делали жизнь невыносимой. Медики из клиники колледжа Даки решили помочь, избавив Абула от симптомов недуга. На протяжении года он пережил 24 операции, в результате чего удалось удалить 5 килограммов образований. В начале 2017 года медики озвучили положительные прогнозы по поводу дальнейшего состояния здоровья своего пациента. Однако его случай на практике оказался сложнее стандартных, и даже после 24 операций врачам не удалось окончательно избавиться от наростов. Как признался непосредственно пациент, он и не надеялся, что кожа на его конечностях сможет стать такой же, как у обычного человека. Однако он чрезвычайно благодарен медикам, что они смогли добиться хотя бы хоть каких-то результатов. Виктория Райт Виктории Райт в детстве поставили диагноз хируизм, который доставил ей много проблем. В случае с Викторией болезнь заставляет ее челюсть постоянно расти. В результате, помимо очевидной деформации, увеличивается давление на глаза и общий вес черепа. Врачи утверждают, что на данный момент голова Виктории выросла настолько, что висит как шар для боулинга. Очевидно, из-за этого жизнь Виктории не проста. Над ней постоянно издевались и называли Бас Лайтер. Персонаж и один из главных героев франшизы «История игрушек». Тем не менее, Виктория сохраняет позитивный настрой и не хочет делать косметическую операцию, чтобы выглядеть нормально. Девушка считает, что ей не нужна операция, чтобы выглядеть как другие. Человек с самым широким ртом Франциско Доминго Хааким повезло. Он раскрыл свой талант в совершенно правильном возрасте, а именно в молодости. И не постеснялся громко сообщить об этом самом таланте всему миру. С ним согласились и представители книги рекордов Гиннеса. Чем же отличается этот темнокожий парень из Анголы от всех нас? Дело в том, что Франциско может раскрыть свой рот на 17 сантиметров. Иначе говоря, рот у него, как в той поговорке, до ушей. Глядя на видео, которое в обилии представленной в сети, как бойко мужчина демонстрирует свои способности открывать широко рот, невольно думается, что это подлог, монтаж, наложение, в общем, все что угодно, но такого огромного рта у человека просто не может быть. Оказалось, может. И именно это доказал Франциско Доминго Хааким в марте 2010 года, продемонстрировав свои удивительные способности представителям книги Гиннеса. Самый широкий рот в мире. Именно так официально звучит рекорд, поставленный Хаакимом. На этом все, друзья, с вами был профессор Гуглов. Завтра уже выходит новое видео, не пропустите. А пока можете посмотреть другие видосы на моем канале. Пока-пока.